МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Пришло время городских новостей. В студии Ирина Анциферова. В последние дни краевые СМИ активно обсуждают вот такую информацию. Сергей Сидоренко, хорошо известный большинству артемовцев, долгие годы возглавлявший Приморскую овощную опытную станцию и ОПХ Дальневосточное в селе Суражевка и ставший в 2011 году вице-губернатором Приморского края по вопросам сельского и рыбного хозяйства, не вышел на работу 20 декабря. В региональных СМИ появились предположения о его задержании правоохранительными органами. Как сообщает интернет-сайт Приморье-24, причиной задержания Приморского вице-губернатора достали 40 миллионов федеральных рублей. Опять же, по данным сайта, Сергей Сидоренко, являясь также фактическим хозяином ряда агропромышленных компаний, существенно завысил размер ущерба, понесенного этими компаниями во время тайфуна «Лайн-Рок». Компенсация из федерального бюджета якобы переведена на счета подконтрольных вице-губернатору фирм. Сергей Сидоренко находится во Владивостоке, в его отношении ведутся следственные действия. Отметим также, что пока неизвестно, поступили деньги на счета нужных фирм или нет. А мы от себя отметим, что никаких официальных заявлений, подтверждающих арест Сергея Сидоренко, сделано не было. И к другим новостям. В Артеме стартует традиционный благотворительный марафон «Добрый город Артем». Но в этом году он претерпел некоторые нововведения и пройдет в двух форматах. В рамках первого в супермаркетах и крупных магазинах начнется акция «Купи и подари», где волонтеры города будут собирать подарки для нуждающихся пожилых людей и инвалидов. А вот второй формат – новшество не только для Артема, но и для Приморского края. 24 декабря во Дворце культуры угольщиков пройдет большой благотворительный аукцион пряничных домиков и елочных украшений из пряников. Его организатором выступил Приморский благотворительный фонд помощи хосписам и коррекционная школа-интернат для детей-сирот города Артема при поддержке администрации округа. Рождественское пряничное тесто для домиков приготовит Большекаменский хлебокомбинат. Детали испекут в интернате и в пекарнях Артема. А собирать и украшать пряничные домики будут представители бизнеса, администрации, депутатского корпуса вместе с воспитанниками Артемовского коррекционного интерната. Задача благотворительного аукциона – собрать средства для покупки оборудования гончарной мастерской на базе коррекционной школы-интерната для детей-сирот. Итак, 24 декабря в 12 часов все желающие могут присоединиться к этой благотворительной акции. Артемовские дети побывали в гостях у Деда Мороза. Во Дворце культуры угольщиков прошел новогодний утренник – так называемая традиционная елка главы округа со сладкими подарками. Подробнее далее. Даже без костюмов, но с праздничным настроением артемовская ребятня собралась повеселиться у елки. Сказочные персонажи с первых секунд увлекают мальчиков и девочек в удивительный мир, где живут Баба Яга и ее свита, лесные звери, которые могут петь и танцевать, и, конечно, главные действующие лица Нового года – Снегурочка и Дедушка Мороз. Я видел, ну, тетеньку в снеговика переодетую, какое-то, ну, разноцветное. Как это переодет? Это настоящие герои из сказок. Снеговик, что ли, разговаривающий. Ну, как же так? А Дед Мороз придет сегодня? Наверное, я думаю, что он настоящий. Они еще сомневаются в том, что Дедушка Мороз есть, но письма ему все же написали, о подарках попросили. Между тем, взрослые уже позаботились о том, чтобы праздник для детворы стал настоящим. Елки главы города в Артеме проходят уже третий год подряд. Мы пригласили детишек из малобеспеченных, из многодетных семей, детей-инвалидов и детей, которые приносят свои успехи в творчестве, в учебе, в спорте. Мы этих детей пригласили. На этот праздник муниципалитет пригласил 20 ребятишек из Михайловского района. В основном это дети из малобеспеченных семей. Само мероприятие проводится за счет средств без бюджета. А что касается подарков, то мы пригласили неравнодушных предпринимателей, социально ответственных, депутатов Думы. И они все поучаствовали. И сегодня дети получат подарки именно за счет вот этого вклада многих людей. 3700 подарков порадуют мальчиков и девочек накануне Нового года. Елку главы округа проводят далеко не во всех городах Приморья. В Артеме организаторы праздника надеются со временем увеличить число детей, которые смогли бы поводить хоровод у елки. Очень интересно. Самое главное, что все-таки детей маленьких приглашают на этот праздник. И это очень здорово. Как видите, очень веселятся. Это круто. Мы желаем, конечно, всегда здоровья. Всего-всего самого наилучшего. Лишь бы дети были счастливы. Это самое главное для наших родителей, для нас. Поздравляем вас, молодые наши мамочки, папочки, бабушки, дедушки. Поздравляем вас всех с Новым годом. Желаем счастья, любви и терпения. Желаю маме, чтобы у нее было много здоровья и цветов. Чтобы у всех семьях было счастливо, радостно. Чтобы не привели Новый год, все вместе взругались. Желаю еще, чтобы всем друзьям приходила всегда удача. С Новым годом! Раз! Два! Три! Желочка! Поехали! Елки-главы пройдут по всему округу. Всего их будет 15. И для детей они абсолютно бесплатны. Ирина Анциферова, Сергей Корнеев, Светлана Нурик. Городские новости. Прямо сейчас смотрите интервью с представителем налоговой инспекции на тему процедуры банкротства физических лиц. А я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин